Конституции 16Б, по этому адресу ранее располагались складские площади федеральной аптечной сети Фармация. Они были безвозмездно переданы Архангельской станции переливания крови, чтобы здесь заработал обновленный Котловский филиал этого, безусловно, необходимого учреждения. Если посчитать все затраты, которые мы в течение трех лет его реализовали, то, я думаю, около 100 миллионов в целом у нас получится на ремонт, на аппаратуру. Но она, еще раз повторюсь, шла из разных источников. Где-то это были федеральные средства, где-то были областной бюджет, где-то средства собственные предпринимательской деятельности. Поэтому в течение трех лет удалось реализовать такой серьезный масштабный проект. Нам в этом году везет. Мы открываем уже второе учреждение с новыми стенами, с ремонтами. В июне мы вместе открывали с Ларисой Ивановной акуршерский гинекологический стационар. Сейчас новые здания, новые условия для всего коллектива станции переливания крови. Я год назад был у вас в гостях. И, конечно, то, что сейчас у вас, это хоромы, наверное, я бы назвал. Котловское отделение переливания крови до настоящего времени ютилось в нескольких небольших помещениях детской поликлиники. Проблемы здесь возникали постоянно, и их вряд ли можно было решить на прежнем месте дислокации станции. Поэтому переезд и расширение – необходимы шаги к нормальной работе учреждения. Случилось это благодаря тому вниманию, которое министерство всегда оказывало службе крови, особенно в последние годы. Открытие новой станции переливания крови в Котласе стало настоящим праздником. Проблема маленьких площадей, старого оборудования и несоответствие условий с санитарным требованиям были решены разом, как только глава города и областной министр здравоохранения перерезали красную ленточку. Обзорная экскурсия по новым кабинетам станции стала для многих гостей настоящим открытием. Гардероб, регистратура, архив, кафе, кабинеты забора крови, лаборатории по отделению компонентов, их анализы и хранения. Новейшая аппаратура, просторные площади, компьютерное и сетевое программное обеспечение для работы в единой автоматизированной информационной системе. И персонал, и доноры, безусловно, оценят долгожданные изменения. Теперь Котласская станция переливания крови имеет все необходимые ресурсы для нормальной работы и качественного обеспечения Котласской, Коряжемской, Верхнетоемской, Красноборской, Ильинской и Яринской больниц кровью и ее компонентами.